Здравствуйте. Меня напугали. Извините, пожалуйста. Глупый вопрос. Документы есть на икру? Оставьте меня. Бросив товар на несколько тысяч рублей, продавщица убегает куда-то в сторону Павелецкого вокзала. Её коллеги с более крепкими нервами продолжают стоять возле импровизированных витрин с красной икрой. Кто поставляет? Сама. Сама ловила рыбу. Вызыв? Сама ловила. Она вчера только плавала и всё. На банке указано, что икра расфасована на Камчатке. Ирина, так представилась женщина, уверяет, что это чистая правда. Говорит, за качество товара отвечает собственной репутацией. Полиция не беспокоит? Это уже разговор другой. А это уже кунцевский рынок. Здесь икра и в банках, и на развес. Лосось, нерка, кижуч, форели, даже икра гигантского лосося, чавыча. Каждого покупателя здесь встречают, как дорогого гостя. Это у нас кита по 4,5. Пробуем? Скажите, а документик есть на нём, если что? Конечно, да. Можно посмотреть? Можно глянуть? Да, конечно. Продавец уходит в подсобку и возвращается с ворохом документов, при ближайшем рассмотрении ксерокопии. Икру могли привезти откуда угодно. Вполне возможно, даже вот с такого малого условно-камчатского предприятия. Икру не делаем? Я не. А кто делает? Не знаю. Я вот, вы почислили все. 3,5 тонны икры, расфасованной в кустарных условиях, полицейские изъяли и проверили. Согласно экспертному заключению, икра признана не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и является опасной для жизни и здоровья. Где достать настоящую красную икру? Что лучше, в развес или в жестяной банке? Домохозяйки, а они, как известно, могут дать фору любому эксперту, ответить на вопрос односложно не смогли. Если вы покупаете икру в банке, обращайте внимание на дату изготовления. Оптимально фасовка с июля по октябрь. Именно в это время добывают свежий продукт. Если на развес, приглядывайтесь к икринкам. Они должны быть однородными и не слипшимися. Допускается лишь незначительная естественная клейкость. Сморщенные икринки, плавающие в воде, верный признак того, что икру замораживали. Ну и, конечно, не стесняйтесь пробовать.